Приветствовать вас сегодня на нашем канале Фаберлик ТВ. И сегодня, конечно, мы будем с вами знакомиться с компанией Денос. Я не одна, и чуть позже я представлю вам нашего гостя. Но, откровенно говоря, хочу вам сказать, что я сама до сих пор еще мало знакома с продукцией Денос, и поэтому сегодня вместе с вами буду искать ответы на все вопросы, связанные именно с Денос-терапией, с ее эффективностью, и вообще, какие возможности у аппаратов Денос есть. Ну и самое главное, как мы будем с вами эту продукцию продавать. Так как трансляция у нас идет с вами в прямом эфире, вы сможете задать вопросы в чате в конце нашей встречи, когда мы ответим на все ваши вопросы. Итак, как вы знаете, дорогие консультанты, у нас 7 ноября компания Денос стала частью компании Фаберлик. И уже с 28 ноября консультанты Фаберлик России могут заказывать продукцию Денос. Цель сегодняшней нашей с вами встречи – узнать, что же такое Денос-терапия, для чего предназначены аппараты и помогают ли они быть здоровыми. Но прежде я бы хотела несколько цифр назвать, потому что за 18 лет, только себе представьте, было продано уже более 2,5 миллионов аппаратов. А сам метод Денос-терапии получил официальное признание на уровне федеральных служб по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Также по данному методу защищено 29 докторских и кандидатских диссертаций и написано более 1000 научных статей, в том числе 5 монографий и более 20 методических рекомендаций для врачей. Конечно, лучше всего об этом вам расскажет наш сегодняшний гость – врач-терапевт, кандидат медицинских наук, директор медицины Денос. Он специально прилетел сегодня из Екатеринбурга на нашу с вами встречу. И это Андрей Александрович Власов, который плодотворно сотрудничает с компанией Денос уже с 2001 года. Итак, здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие консультанты Фаберлика. Я очень рад возможности рассказать вам о новом методе лечения. Я очень надеюсь, что сотрудничество компании Фаберлика, компании Денос будет плодотворно и с точки зрения решения проблем со здоровьем, и с точки зрения развития нашего с вами совместного бизнеса. Здорово. Вот самый первый вопрос, который я сегодня хочу вам задать, это все-таки что же такое Денос-терапия и вообще физиотерапия. Потому что да, я когда-то была с этим знакома, да, когда-то я использовала, лечила гланты, ходила в кабинет физиотерапии. Вот расскажите, что такое терапия, Денос? Ну, если говорить в целом, то физиотерапия – это такой метод лечения, который основан на воздействии на организм человека различными физическими факторами. Электрическим током, теплом, ультрафиолетовым облучением, УВЧ-терапией и так далее, и так далее. И вот метод динамической электронеростимуляции – это именно метод, основанный на воздействии слабыми электрическими токами, которые по своим характеристикам максимально приближены к нервному импульсу человеческого организма. И абсолютно вы правы в том, что я уже в течение не одного десятка лет, да, вообще занимаюсь медициной. И так случилось, что почти 16 лет назад компания Денос пригласила меня к сотрудничеству, и мы, соответственно, разрабатывали вот эти аппараты. И о том, о чем мы сегодня с вами будем говорить, вот эти аппараты, собственно, создавались на моих глазах, и я принимал в этом непосредственное участие. Физические факторы, они являются методами дополнительного лечения. И, соответственно, эти факторы применения физиотерапии позволяют многим заболеваниям протекать более благоприятно, быстрее заканчиваться выздоровлением. Мы можем получать разнообразные эффекты, воздействия на рецепторы нашей кожи. Андрей Александрович, тогда у меня очень такой вопрос. Иглоукалывание, вот этот метод может заменить метод физиотерапии? Ну, если говорить о иглоукалывании, то это воздействие специальными иглами на определенные кожные точки, и при этом происходит нарушение целостности кожного покрова, то есть игла вводится довольно глубоко, и, конечно, этим методом может пользоваться только квалифицированный врач, который знает точки, который знает методики работы, и это невозможно сделать практически в домашних условиях. Воздействие нашими аппаратами основано на воздействии электрическими токами, и мы можем подействовать на те же самые точки не иглой, а вот таким слабыми электрическими токами. И вот эту процедуру уже может сделать человек даже сам самостоятельно, в том числе в домашних условиях, пройдя, безусловно, конечно, какие-то обучающие семинары, получив нужную информацию о тех зонах, параметрах стимуляции, которые нужно применять для лечения тех или иных проблем. Говоря, вот сравнивая ДЕНС-терапию с иглорефлексотерапией, да, или с иглоукалыванием, мы можем сказать о том, что метод ДЕНС, конечно, гораздо более безопасный, и, соответственно, мы можем его применять даже самостоятельно, не имея при этом специального медицинского образования, не зная конкретных точек, да, потому что воздействие идет через определенные зоны, да, то есть более широкое воздействие. Здорово, я понимаю, да, что теперь это не больно и небезопасно. Я почему про иглоукалывание спросила? Потому что, ну, все-таки я понимаю, что, да, я этот эффект испытывала, испытывала я когда-то, пользовалась этим, и мне вот было интересно, а могу ли я это заменить? Хорошо, тогда давайте по порядку. Вообще сегодня мы с вами поговорим о самых популярных аппаратах, и хотим не только вам рассказать о них, а показать. Начнем мы с самого первого легендарного аппарата. Я знаю, что он один из самых продаваемых, как вы понимаете, отдел продаж, посмотрел на цифры. И, Андрей Александрович, расскажите нам вообще, что это такое. Я знаю, что ПКМ, я его иногда буквы переставляла, путала, но вот ПКМ, расскажите, что это за аппарат и для чего он? Да, действительно, компания Денос существует с 1998 года, и первым аппаратом нашей компании был аппарат Денос. За эти 18 лет, конечно, произошло несколько модификаций аппаратов. Вот сейчас вот у меня в руках одна из последних моделей, в которой воплощены все наработки компании за вот эти 18 лет ее работы. Аппарат представляет собой вот такое портативное устройство, которое, как вы видите, не связано никакими проводами с розетками и так далее, да, то есть имеет встроенные элементы питания батарейки. Аппарат имеет специальные металлические электроды, через которые вот как раз и подается коже вот эти импульсы тока, о которых мы с вами сегодня будем говорить. Аппарат Денос ПКМ мы относим к аппаратам универсальным, то есть аппаратам, которые показаны для лечения широкого спектра заболеваний. Вот эта универсальность воздействия обусловлена теми эффектами, которые мы получаем, когда мы, включив аппарат, ставим его на определенные кожные зоны. Это и эффект обезболивающий, и противовоспалительный, эффект регуляции тонуса сосудов, антистрессовый эффект, эффект регуляции иммунного статуса, иммунных проблем. И исходя из этих эффектов, мы с вами понимаем, что если, например, ну скажем, болят суставы, да, это патология порно-двигательного аппарата, то ставя аппарат на больной сустав, воздействуя на зону вот этой боли вот нашими электрическими токами, мы получаем обезболивающий эффект, мы лечим патологию опорно-двигательного аппарата. Если, например, та же боль связана с патологией, например, органов пищеварения, то ставя аппарат на область живота, мы получаем вот эти обезболивающие эффекты для лечения органов пищеварения. Вы говорили о лечении, там, гланды, да, как мы говорим в детстве, да, и тогда воздействовали, наверное, какими-то другими факторами, может быть, теплом или чем-то другим. Если мы имеем дело с воспалением, да, например, ангина, да, это воспаление миндалин, мы, работая в прямой проекции проблемы, в прямой проекции жалобы, стимулируя вот эти наши рецепторы нервные окончания кожи в этой области, мы получаем выраженные противовоспалительные эффекты, и, соответственно, вот это лечение проходит быстрее, да, с меньшими рисками осложнений, с меньшими, скажем, какими-то клиническими проявлениями боли, высокой температуры и так далее, да, и, соответственно, применяя вот эти простые аппараты в домашних условиях... Любой из нас имеет возможность оказать помощь себе, своим близким людям для лечения, там, каких-то определенных проблем. Я хочу сказать, что, вот, предвосхищая ваши вопросы, потому что, ну, наверняка есть вопросы у наших слушателей, уже сейчас они начинают понимать, возникать эти вопросы. Я не врач, я не медик, как я могу сам себе оказать помощь, вдруг там что-то я не так сделаю, что-то там я не то буду стимулировать и так далее, да. Надо сказать, что вот аппарат ДНСПКМ имеет готовые программы для лечения, и особенно новичкам это будет наиболее понятно и удобно. Есть специальное меню, в котором перечислены наиболее распространенные проблемы и заболевания, например, головная боль, боль в суставах, боль в спине, гипертония, аллергия и так далее, да, и ты, зная свою проблему, выбираешь из меню эту проблему, например, головная боль, смотришь в инструкцию по применению, да, а каждый аппарат снабжен очень такой подробной инструкцией, в которой в цветном варианте изображены зоны, да, на которые надо ставить аппарат для получения тех или иных эффектов. Вот я, например, сейчас открыл программу «Насморк», да, и мы видим картинку, да, куда нужно поставить аппарат. Аппарат сам выберет все нужные частоты для воздействия и будет проходить лечение вот в таком упрощенном, понятном для новичка режиме работы, да, и, соответственно, конечно, мы проводим обучающие семинары, конечно, мы учим, как наиболее эффективно применять аппараты денсотерапии, но, еще раз повторяю, да, любой человек, который купил аппарат, может быть, 5 минут назад, ну, который знает, как работает, например, сотовый телефон, да, и имея, так сказать, навыки работы с ним, он может с помощью меню, которое очень понятно и доступно, выбрать нужную проблему и уже прямо сейчас, с первых минут знакомства с аппаратом, оказывать помощь, там, себе, своим близким по той проблеме, которая его будет волновать в данный момент времени. Андрей Александрович, у меня вопрос, у меня умом болят колени очень сильно, и самые боли возникают в межсезонье. Вот я правильно понимаю, что вот если я приобретаю этот аппарат, то она сможет каким-то образом эти боли уменьшать? Абсолютно правильно, да, действительно. Ну, например, та же патология опорно-двигательного аппарата, да, суставы вообще, ну, считается самой частой болью вообще человека как вида в целом, да, трудно представить себе человека, у которого хотя бы раз в жизни не болели суставы, да, и, соответственно, особенно, когда мы говорим о хронической боли, которая возобновляется, скажем, вот, там, два-три раза в год, да, вот эта боль появляется, там, смена сезонов и так далее, соответственно, человек, освоив методики, может оказывать себе помощь и сделать так, что заболевание будет протекать более благоприятно, осложнений не будет, будет реже вот эти обострения, если они возникают, то он быстрее с этими обострениями может справиться. Еще хочу добавить, что для удобства применения, да, ну, например, там, не каждый человек может, там, сам себе обработать, например, спину, там, или суставы, да, у нас имеется возможность дополнительного приобретения вот так называемых выносных электродов, вот, в частности, у меня в руках вот такой аппликатор из специального токопроводящего материала, вот такая резина с токопроводящими элементами, с помощью специального кабеля мы подключаем этот аппликатор к аппарату ДНСПКМ и фиксируем этот аппарат, ну, например, как у вашей мамы, в области коленного сустава и, соответственно, находясь в кресле, там, смотря телевизор или проводя, там, какие-то домашние, там, дела, компьютеры и так далее, может человек получать вот эту процедуру динамической электронеростимуляции. Таких аппликаторов, они бывают разной формы у нас, они бывают в виде такой вытянутой пластины резиновой или в виде подковы. У нас есть специальные выносные электроды для стимуляции области вокруг глаз, так называемые ДНС-очки, тоже выносной электрод, который подключается к аппарату ДНСПКМ и, соответственно, будет идти стимуляция области вокруг глаз, да, то есть лечение вот очень многих проблем, которые наиболее часто встречаются в нашей повседневной жизни. Андрей Александрович, а что входит в комплект? Я так понимаю, выносные эти аппараты я не видела в коробочке, они отдельно идут? Да, значит, вот приобретая аппарат ДНСПКМ, мы с вами имеем сам аппарат, да, мы имеем такую понятную инструкцию по применению, в которой описаны все основные позиции с точки зрения эффективного применения аппарата ДНС. Имеется в комплекте набор батареек, да, элементов питания, и все это упаковано в специальную такую коробку, да, которая, ну, так сказать, удобна для транспортировки, переноса этого аппарата. Выносные электроды, да, с кабелем, который подключает этот электрод к аппарату, они уже идут другим артикулом, как мы говорим, да, то есть это уже дополнительное устройство, который человек может дополнительно приобрести, если он, ну, так сказать, поймет, что ему это нужно, что ему это будет проще, да, вот так с помощью аппликатора проводить те же процедуры. Хорошо, спасибо. Я думаю, что сейчас наши зрители хотят понять, сколько же все это стоит. Вы немножко быстро сейчас увидели этот слайд, мы сейчас его вернем вам и покажем, что красная цена, как вы видите, 11 499 рублей, это 122 балла, это полные баллы, скидка 20 или 26 процентов, это уже в зависимости от того, на какую сумму вы размещали заказ в прошлом периоде, если это 50 баллов, значит, у вас максимальная скидка 26 процентов. Ну, а теперь первое, что я хочу, посчитать доход на калькуляторе, это получается около 3000 рублей, сейчас я себя перепроверю, 2989. То есть, получается, что, если говорить с точки зрения продаж, то я помню ваш запрос, когда вы говорили о том, что отдайте нам продукты, которые стоят дороже. Вот, пожалуйста, с одного продукта можно заработать практически 3000 рублей. Тем более, то, что я сейчас услышала, вообще везде универсально, я понимаю, почему он универсальный, то я так думаю, что он, наверное, должен в каждой семье быть. Правильно? Вообще, по идее, конечно, да. Это то, что необходимо в каждой семье именно с точки зрения возможности оказания помощи себе и своим близким людям. Да, не дожидаясь, когда врач поставит окончательный диагноз, там, когда приедет скорая, там, или какие-то еще другие будут возможности, так сказать, прибегнуть к официальной медицине, любой человек, оказавшись там в ситуации, допустим, травма, там, или какое-то жизнеопасное состояние, судороги и прочее, прочее, он уже имеет возможность оказывать помощь себе дома, на улице, в транспорте и так далее. Да, вот именно благодаря портативности, автономности, да, этого аппарата, он не требует, еще раз повторяю, там, специального питания, от электрической сети и так далее, да, мы называем вообще этот аппарат домашний доктор, да, вот если одним словом, двумя словами сформулировать его предназначение, это домашний доктор, это то, что должно быть, конечно, в каждой семье, потому что мы всегда имеем риски получить какие-то проблемы со здоровьем, острые, да, ну и уж что говорить о наших хронических заболеваниях, которые сопровождают нас всю нашу жизнь, по сути дела. Отлично, значит, про ДНС-ПКМ понятно. Теперь дальше, следующий, смотрим аппарат, называется он ДНС-кардио, причем слово само кардио связано что-то с сердцем, с чем еще, вот расскажите, пожалуйста, про него. С кардиологией, с сосудами, да, ну, кардиолог, это врач, который лечит заболевания сердца, вот от этого слова у нас пошел аппарат ДНС-кардио. Аппарат ДНС-кардио является таким примером уже специализированного аппарата, да, вот ДНС-ПКМ мы говорили, ну так, условно говоря, от всего, да, а ДНС-кардио предназначен для лечения пациентов с нарушенным артериальным давлением, да, как вы видите, это тоже достаточно портативный прибор, который имеет на обратной стороне тоже такие встроенные металлические электроды. Фиксируя этот аппарат на внутренней поверхности предплечья, мы с помощью специально подобранной программы, специально подобранных токов, частот, воздействия получаем стимуляцию очень важной точки, которая здесь находится, которая отвечает за сосудистый тонус. И проводя вот с помощью вот этих электрических импульсов стимуляцию вот этой точки, мы помогаем нашим сосудам прийти в нормальное состояние, в нормальный сосудистый тонус. И при этом мы получаем возможность корректировать артериальное давление. Я хочу подчеркнуть, что аппарат Деноскардио предназначен, конечно, прежде всего для курсового лечения, для того, чтобы сделать так, чтобы артериальное давление не скакало, как говорят наши пациенты, да, чтобы оно неконтролируемо не повышалось, там резко не падало, а удерживалось на каком-то таком приемлемом для пациента уровне. То есть я правильно поняла, метод заключается в том, что вот этот ток, когда влияет на сосуды, то есть, а дальше уже получается на давление, и вот оно в основном двигается. Вот механизм, да, вот если так чуть-чуть поподробнее рассказать о гипертонии, да, актуальна очень проблема, она актуальна, с одной стороны, очень большой распространенностью, то есть очень много таких пациентов, а с другой стороны, это проблема актуальна рисками, которые с этим связаны, да, вот при вот этих скачках, резком подъеме, резком падении артериального давления у пациента возникает высокий риск развития инфарктов, инсультов, каких-то других жизнеопасных осложнений, которые, ну, даже иногда могут закончиться очень-очень плачевно для пациента. И вот если в целом вот с медицинских позиций смотреть, а почему вообще у человека повышается артериальное давление, то науке известно три основных механизма. Это повышение тонуса сосудов, да, и, соответственно, если сосуды будут узкие, то давление будет повышаться, да. Сердечный выброс, да, когда сердце как насос усиленно работает и качает кровь, давление повышается. И третий механизм повышения давления – это увеличение объема циркулирующей крови. И вот воздействие на вот эти биологически активные, так называемые, точки, а эти точки известны из, так сказать, такой дальней-дальней древности восточной, китайской, корейской медицины, да. Это те точки, которые тысячелетиями вот этим врачам, целителям известны. И хорошо, что современная наука стала эти точки изучать и применять в лечении больных. Так вот, воздействуя на эту точку, которая, в частности, регулирует сосудистый тонус, мы позволяем сосудам оптимизировать вот это свое напряжение, расслабление, и в целом артериальное давление при регуляции, нормализации вот этого сосудистого тонуса будет снижаться. Но очень важно в лечении гипертонической болезни даже не снижение давления, когда оно уже подскочило, а очень важно не допускать подъемов давления. И вот аппарат Деноскардио как раз вот эти задачи полностью нам позволяет решить. Безусловно, конечно, мы проводим специальные обучающие программы и семинары для того, чтобы применять аппарат даже не с точки зрения безопасной или там каких-то рисков, а применять аппарат с максимальной эффективностью, да. Потратили деньги, естественно, мы купили аппарат, мы хотим, чтобы этот аппарат работал на максимуме, да, чтобы мы получали максимальные результаты. И вот эти наши специальные тренинги, о которых мы будем дальше говорить подробнее, помогают любому человеку, у которого есть эта проблема, который хочет помочь себе или своим близким в семье, да, кто там мама, папа, там, жены, мужья, там, имеют проблемы с давлением, вот эти проблемы решаются. Андрей Александрович, у меня очень простой вопрос. Вот, допустим, да, тоже у моего проблемы с давлением. В общем, есть курс таблеток, которые назначили ей. Я что могу сейчас уверенно искать? Перестань пить, начни вот это, использовать аппарат. Это... Ну, это не совсем будет правильно. Почему? Потому что все-таки, ну, учитывая вот эту сложность и такую серьезность вот этого заболевания, гипертоническая болезнь, о чем я говорил чуть выше, да, то мы должны с вами четко предполагать, что, ну, то лечение, которое назначил врач, оно является базисной терапией. Начиная применение аппарата ДНС-кардио, вот это лечение не прекращается, оно, безусловно, продолжается. Но гипертоники знают, вот ваша мама применяет эти таблетки, тем не менее она знает, что на приеме таблеток у нее может давление подскочить, да, изменилась погода. Или, наоборот, слезет. Да, или там какую-то стрессовую ситуацию она испытывает. Или, наоборот, резко упасть это давление может. И вот эти пики колебания давления, они как раз являются наиболее угрожаемыми по развитию осложнений. Когда мы применяем аппараты ДНС-кардио на фоне медикаментозной терапии, вот эти колебания, да, вот в медицине у нас есть такой термин вариабельность, да, суточная вариабельность артериального давления, вот эта вариабельность будет уменьшаться, оно будет колебаться, но оно не будет зашкаливать очень высоко, и оно не будет падать слишком резко и очень низко. И, соответственно, мы имеем с вами возможность контролировать и корректировать свое артериальное давление. Надо сказать, что аппарат ДНС-кардио прошел серьезные клинические испытания, на нем защищена кандидатская диссертация, опубликованы научные статьи в официальных научных медицинских изданиях. Эффективность его и вообще, так сказать, возможности аппарата доложены на многих международных, европейских, всемирных конгрессах по лечению гипертонической болезни. Мы с вами говорим сейчас о так называемой доказательной медицине, и аппарат ДНС-кардио как раз является примером вот этой доказательной медицины. И мы говорим, что курсовое применение в течение двух недель, с перерывами еще две недели, повторные вот эти курсы, гарантированно позволяют удерживать артериальное давление на приемлемых цифрах. И учитывая, опять же, портативность, автономность этого аппарата, простоту применения, человек может это делать самостоятельно, в том числе в домашних условиях. Все-таки про медкоментозное лечение. То есть можно делать гипотезу, что постепенно, 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 допустим, снижать и вообще перестать отказаться от таблеток и только, допустим, стимулировать эту точку? Еще раз. Да, ваш вот этот вопрос мне, конечно, абсолютно понятен, потому что, ну, как-то мы так с вами уже так хотим, чтобы таблеток было как можно меньше. Ну, конечно, печень из-за этого портится и все такое. Они имеют очень много побочных эффектов. Я хочу сказать так, да, что мы начинаем воздействие на фоне медкоментозной терапии после достижения стойкого эффекта, да, а стойким эффектом мы считаем эффект, который удержится в течение двух-трех месяцев, да, и когда мы получаем стабильный эффект, постепенно дозы лекарственных препаратов можно уменьшать, да, то есть количество препаратов, количество таблеток в течение суток, да, вот медкоментозной терапии. И в случаях, когда мы достигаем, вот, в медицине это называется целевые цифры артериального давления, то есть цифры меньше 140 на 85 миллиметров штутного столба, и эти цифры стойко удерживаются на аппарате Деноскардио, вот такой человек может отменить полностью медкоментозную терапию. Здесь вот с точки зрения, так сказать, возможностей и эффектов, чрезвычайно важно обучение пациента и понимание, что он делает и что он может получить с помощью аппарата. А это все мы даем на наших обучающих семинарах по применению наших аппаратов. Спасибо. То есть можно примерить его, как это выглядит так очень-очень быстро? Да, вот аппарат. Как эту точку-то обнаружить, чтобы я была у него? Значит, мы его накладываем на внутреннюю поверхность пикетча. Вот здесь между лучезапястной складкой и аппаратом должен оставаться один сантиметр, да. Кнопочка включения очень простая. Сама процедура идет полностью в автоматическом режиме, то есть аппарат время стимуляции, параметры стимуляции выбирает автоматически. Пациент просто должен зафиксировать аппарат, включить его, и полностью прошла процедура в автоматическом режиме. В зависимости от тяжести заболевания, цифры артериального давления, проводится одна или две процедуры в день. То, что, собственно говоря, вот чему мы учим на наших обучающих. То есть утром и вечером подействуем? Да, например, да, утром и вечером процедура идет там от пяти до семи минут, длительность процедуры аппарат сам выбирает, да, то есть полностью автоматизированная программа. В общем, это тоже надо вообще. Давайте-ка посмотрим, сколько это стоит и сколько это в баллах. Давайте, показывайте нам эти данные. То есть посмотрите, сейчас красная цена, да, 4999 рублей будет. Этого аппарата у нас еще сейчас нет в продаже. Он буквально в декабре уже вот-вот скоро появится. 53 балла, также скидка. Доход здесь около 1300 рублей получается. Это если при условии, что у вас скидка 26%. Ну, здорово. Конечно, на сегодняшний день у многих, я думаю, найдутся рядом близкие, знакомые, друзья, которые страдают гипертонией и вообще давлением. Ну, а у нас есть следующий аппарат. Я вам хочу сказать, друзья мои, когда я его увидела, во-первых, первое, меня поразили размеры. Во-вторых, это вот похоже что-то на спину. И цена тоже в том числе. Я сейчас говорю о следующем аппарате, Деннис Вертебра. И прямо вот очень хочется, чтобы услышать более подробно о нем, потому что цена меня впечатлила. Ну, вот я взял Деннис Вертебра, у меня в руках этот аппарат. Вы видите, что это уже, ну, такое непортативное устройство, да, это уже более такая массированная комплекция, конструкция, да. Аппарат представляет собой вот такую платформу, да, специального материала, такого плотноэластичного материала, который, когда мы на него легли, да, подстроился под изгибы нашей спины. И, соответственно, на этой платформе размещены 48 электродов, которые работают по очереди, да, то есть электрический импульс как бы бежит по этим электродам в разных направлениях, да, вот имитируя вот такой эффект бегущей волны, да, очень такие приятные, комфортные ощущения испытывает наш пациент. И аппарат ДНС Вертебра предназначен для лечения заболеваний позвоночника, да, то есть тех проблем, при которых, ну, вот болит спина, болит шея, да, вот те проблемы, которые тоже встречаются практически у каждого из нас. Ну, если говорить о цене, да, например, да, вот, ну, во-первых, конечно, сам аппарат, конечно, уже гораздо, так сказать, больше электродов, больше программы, конечно, там, гораздо более сложные в нем заложены. Но вот если рассмотреть, ну, какое-нибудь заболевание позвоночника, да, вот, например, там, межпозвонковые грыжи, да, очень сложная такая проблема, которая требует повторных курсов лечения, и мы говорим врачи, что таких курсов должно быть не менее, там, 6-8, да, за, так сказать, вот период лечения. Например, там, 2 недели больной лечится, 2 недели отдыхает, 2 недели снова лечится, 2 недели отдыхает и так далее. И эти курсы включают в себя физиотерапию, массаж, да, и возьмем стоимость процедуры физиотерапии, возьмем стоимость процедуры массажа, да, сложим это все, умножим это все на, скажем, 15, да, 2 недели, умножим это все на 6 и на 8, вот на сколько курсов нам надо, то мы получим стоимость такого лечения. Это называется у нас в медицине экономика здравоохранения, да. Даша здоровье тоже, в общем-то, оценивается и тоже стоит. И мы получим с вами цену, которая сравнима со стоимостью аппарата Деносвертебра. А если такие процедуры будет делать не один человек в семье, да, например, там муж и жена у них проблемы, там, или сын спортсмен еще при этом, у него тоже бывают проблемы со спиной, там, родители и так далее, то мы получим, конечно, такой экономичный вариант лечения в домашних условиях. Вопрос. Вот я знаю очень такую болезнь, грыжа межпозвонковая, да. И у меня, у моего мужа такая проблема, вот мне интересно, она решит вот этот аппарат, если выложить вот эти вот 90 тысяч рублей? Смотрите, если говорить, ну, я так затронул межпозвонковые грыжи, конечно, ну, так, немножко спровоцировало эти вопросы, потому что, конечно, это сейчас встречается очень часто, и наша медицина, ведь как лечит таких больных? Врач всегда стоит перед выбором, как лечить такого пациента, да. Это, может быть, методы консервативного лечения, да, скажем, то массаж, та же физиотерапия, какие-то вытягивающие процедуры, да, растягивающие позвоночник процедуры. И второй момент – это оперативное лечение, то есть это, ну, такие сложные нейрохирургические операции, когда очень травматичные, надо сказать, операции, когда вот эта грыжа с помощью вот этой операции убирается. И, ну, наверное, любой из нас, конечно, как-то хочет попробовать лечить свою проблему без оперативного лечения. И, опять же, возвращаясь к экономике, да, мы понимаем, что это процесс небыстрый, да, я недаром сказал, что это минимум 6-8 курсов лечения требуется, да, при этом, конечно, требуются, ну, какие-то специальные мероприятия, там, гимнастика, укрепляющая мышцы позвоночника, да, там, коррекция веса, да, понятно, что избыточный вес плохо влияет на наш позвоночник. Но с помощью этого аппарата и эти проблемы тоже можно решать дополнительными эффектами. Мы получаем возможность, мы получаем шанс обходиться без оперативного лечения даже такой тяжелой группе пациентов, о которых мы с вами говорим, вот эти межпозвонковые грыжи. Ну, а если проблемы, например, ну, не такие серьезные, да, так называемый остеохондроз, да, надо сказать, что вот эта проблема есть практически у каждого из нас только по одной простой причине, что мы с вами вертикально ходим, мы с вами прямоходящие существа, в отличие, там, от животных, от братьев наших меньших. И наш опорно-двигательный аппарат, наш позвоночник, он испытывает повседневные вот эти нагрузки, нагрузки по оси, и мы знаем, что если мы длительное время, например, сидели за компьютером в фиксированной позе, да, или водитель, например, да, ехал за рулем длительное время, мы знаем, как, выходя из-за руля, мы с вами испытываем дискомфорт в семье, в спине, в позвоночнике, в шее, да, и эти проблемы, конечно, знакомы очень многим из нас. И вот, имея такой аппарат дома, да, соответственно, да, мы можем вот эти проблемы решать, и, естественно, вот в этих случаях уже, когда не идет речь об оперативном лечении, мы можем это делать очень быстро и очень просто, просто учитывая то, что аппарат остается дома, и мы можем его применить в любой момент, когда нам это будет необходимо. Нам не надо будет идти в поликлинику, нам не надо будет стоять там где-то за талончиками физиотерапевтический кабинет, нам не надо будет подстраиваться по времени, там, удобно нам дали талончик или неудобно, мы можем это делать тогда, когда нам это нужно, там, где это нужно, например, в тех же домашних условиях. Конечно, аппарат, который люди, у которых болит спина, оценят очень быстро, и выгоды от приобретения аппарата и от наличия аппарата дома, конечно, каждый, кто вот его купит, он сразу поймет и довольно быстро это оценит. – Андрей Александрович, он почему дорогой? Вот я из-за электродов, потому что их тут так много вообще, ну, если бы варить ценность его. – Ну, во-первых, конечно, это и сами электроды, во-вторых, это, конечно, сам материал, да, вот этот, так называемый, бергофлексовый, вот эта основа, да, ведь у нас с вами у всех спина разная, да, изгибы у всех свои, и для того, чтобы подстраиваться, потому что она такая эластичная, да, и когда мы легли под весом нашего тела, все электроды плотно прилегают к коже, и, соответственно, идет эффект. Кроме того, в аппарате, конечно, цены даже не металлические вот эти электроды, а цены те программы, которые туда заложены. В аппарат заложено пять автоматизированных программ, которые предназначены для лечения, как всего позвоночника, да, вот, например, мы долго там стояли, где-то спина устала или там сидели, да, боли нет, но спина устала. Вот эта программа для этой проблемы есть отдельная. Есть программы, которые предназначены для лечения уже конкретной боли, причем в этом случае мы уже можем выбрать зону стимуляции, да, например, шейный отдел или грудной отдел или пояснично-крестцовый отдел позвоночника, Причем есть специальная программа для лечения острой боли, например, травма или какие-то проблемы, когда заболела спина вот прямо сейчас, внезапно как-то остро. И есть специальная программа для лечения хронической боли, давней боли, когда боль периодически повторяется, и тут уже специальные частоты нужны, тут уже другая программа нужна. То есть вот эти программы автоматически аппарат, так сказать, формирует, да, вот эти вот какие электроды, в каком сочетании эти электроды будут работать, да, вот это все в автоматическом режиме здесь реализовано. А пациент просто лежит на аппарате, лежит на спине, у аппарата есть специальный пульт, да, который вот такой выносной, и с помощью кнопочек мы выбираем нужную программу, нужную мощную стимуляцию. Все это очень удобно проводить, да, находясь у себя дома, получать вот такое комплексное воздействие на спину всю или на какие-то определенные ее участки. Здорово. Давайте еще раз покажите нам слайд со стоимостью, мы детально еще раз посмотрим. Я хочу сказать, что у нас исторический момент, да, потому что такой стоимости товара у нас еще никогда не было. И доход продать такой аппарат, да, у нас получается 23 400 рублей. Окей. Ну, я сейчас, конечно, в первую очередь думаю о том, наверное, сначала себе купить. Вообще, я знала, Андрей Александрович, что вы эксперт, и я была наслышана до знакомства с вами о вас. Конечно, это впечатляет. И вот сейчас понимание, что такое физиотерапия у меня сложилось. Именно Дэнас физиотерапия и на чем она построена. Это здорово. Но я так понимаю, что все-таки для того, чтобы продавать, для того, чтобы быть тоже таким же экспертом, конечно, это 18 лет, но, по крайней мере, надо получать обучение. И именно поэтому мы запланировали обучение, потому что, действительно, Дэнас – это медицинская технология, которую мы, да, используем хоть и в домашних условиях, но нужно знать и понимать, что это такое. Так что давайте с вами посмотрим, что у нас за система обучения, когда она у нас будет, потому что я хочу вам сказать, что буквально уже сейчас на сайте вы можете увидеть расписание, вы можете посмотреть, где купить билеты, но и вы получите ответы на следующие вопросы. Зачем нужен аппарат Дэнас, возможности метода Дэнас-терапии и как продавать эти аппараты. Вот я сейчас выведу на экран вам график. Посмотрите, причем количество мест у нас ограничено, потому что всего у нас группа может быть 30-35 человек, не более. И, конечно же, я очень хочу, вот после того, как озвучить стоимость 950 рублей, спросить все-таки, что за команда врачей, которая непосредственно, да, вот мы сейчас посмотрели много городов. Естественно, где-то и вы бываете, я знаю. Но вот расскажите про свою команду. Ну, говоря об обучении, медицинском обучении, я, ну, вот даже, знаете, без ложной скромности могу сказать, что вот эта система, она зарождалась и отлаживалась все 18 лет работы компании Дэнас. Да, и вообще, надо сказать, что вот первые такие сетевые мероприятия, которые проводила компания, это были именно медицинские школы, медицинские обучающие мероприятия. У нас создана система многоуровневого медицинского обучения для консультантов, для наших дистрибьюторов, для пользователей нашей продукции. Цель которого, вот этого обучения, да, сделать так, чтобы человек научился применять аппарат самостоятельно с максимальной эффективностью. И говоря о целях, мы, конечно, говорим о том, чтобы, ну, вы профессионалы, вы продавцы, вы знаете, что такое, как продавать, и вы знаете, что невозможно продать вещь, не зная, что это такое, и не имея эту, эту вещь у себя, да, соответственно. Для того, чтобы вы, консультанты Faberlic, освоили технологии и получили эффекты со своим здоровьем у себя и у своих близких, вот это первая цель нашего обучения. Вторая цель, после того, как вы получите эффекты, вам понравится наша продукция, вы будете говорить о ней вашим потенциальным покупателям. И, соответственно, для них тоже мы будем проводить такое обучение, чтобы они, в свою очередь, эти эффекты получали. И вот это наше обучение, оно проводится, как я сказал, уже более 18 лет, и проводит его целая команда врачей-профессионалов, которые работают в компании, ну, уже все работают больше 10 лет. Это доктора, которые знают о денс-терапии досконально, от и до все, которые являются не просто профессиональными врачами и профессиональными денс-терапевтами, но эти врачи являются профессиональными лекторами, которые умеют работать с вашей аудиторией, которые знают потребности аудитории, которые могут рассказать вот о таких сложных вещах, да, которые касаются здоровья простым доступным языком, понятным практически любому человеку с любым уровнем образования. И наши врачи знают, как сделать так, чтобы вы смогли нашу продукцию продать проще. То есть сами школы, по сути дела, являются продающим мероприятием, если на ней будут присутствовать новички, которые, например, будут думать, надо ему это, не надо покупать, не покупать. Да, значит, соответственно, вот такие люди, конечно, на все свои вопросы получат ответы. Более того, на этих школах ваши слушатели и вы сами будете иметь возможность задать врачу вопросы, касающиеся конкретно ваших проблем, конкретно вашего здоровья. Это чрезвычайно важно, вы знаете, да, как порой трудно бывает, так сказать, до врача достучаться, чтобы врач рассказал, ну а что же такое заболячка, которой вы болеете, например, да, и, соответственно, рассказать возможности и методики, как применять технологию денс-терапии в вашем конкретном случае. Вот эти все возможности мы получаем на вот этих обучающих семинарах. Я, конечно, чрезвычайно просто рад, и я даже не могу сказать, могу даже сказать, что я счастлив, да, что вот то, что мы в Деносе сделали, мы полностью, в полном объеме переносим в Фаберлик. И девиз компании Денос вот за все 18 лет у нас был такой – ни одной продажи без обучения. Любой человек, который купил аппарат, который заплатил приличные деньги за него, должен иметь возможность от профессионалов, от создателей этой техники получить максимально подробную и полную информацию для применения. И эту программу мы полностью транслируем и переносим в Фаберлик. Вы видели график обучения, да, он начинается уже буквально со следующей недели, то есть остается буквально несколько дней для того, чтобы, ну, так сказать, решить для себя, надо или не надо это делать, выбрать город ближайший к вам, да, в котором мы будем проводить это обучение в декабре месяце. Ну, хочу сказать, немножко, может быть, забегая вперед, что уже с января месяца мы для каждого консультанта Фаберлик, для региональных менеджеров компании Фаберлик открываем возможность заказа вот этого медицинского обучения конкретно в нужном вам городе для ваших людей, для вашей структуры. И эти заявки мы уже начинаем принимать уже буквально вот сейчас, да, для того, чтобы нам в январе, феврале, в последующие месяцы выполнить все ваши пожелания и провести в ваших структурах вот эти наши обучающие семинары. Я хочу еще прямо вам сказать конкретно. Мы, получается, до конца следующей недели уже региональные менеджеры у нас в курсе, они принимают от вас запросы на январь, на февраль, и уже дальше, после того, как мы получим города, после этого будет планироваться маршрут, какие-то города могут попасть, например, в январь, да, какие-то они там будут отложены на февраль, но чем быстрее мы получим от вас заявку, потому что в конце недели следующей мы уже будем планировать именно сам непосредственно график, после чего, естественно, будет анонс. Я вижу сейчас уже по вопросам, я сейчас только что открыла чат, что очень много идет вопросов, связанных с обучением. Я хочу сказать, вы молодцы, потому что мы прекрасно с вами понимаем, если мы хотим что-то продать, мы должны знать о продукте, а еще когда продукт действительно работает, и это здорово. Вот у меня еще такой вопрос возник, то есть я правильно понимаю, что мы на это обучение можем и клиентов приглашать, то есть не только консультанты, то есть могут прийти клиенты, которые, прослушав полностью информацию, могут стать потенциальными покупателями. То есть пока еще они не приняли решение, там, да, или я еще не профессионал и не могу так объяснить, как сейчас рассказали вы, то есть придя на это мероприятие, он для себя примет решение. Абсолютно правильно. Конечно, сейчас, учитывая то, что у нас очень много консультантов об ОБРЛИ, которые вообще не знакомы с нашей технологией, мы, конечно, вот первые, так сказать, месяцы, конечно, будем прежде всего рассчитывать на вас, на вашу аудиторию, мы должны прежде всего научить вас. Но, тем не менее, абсолютно правильно мы говорим о том, что и ваши потенциальные покупатели тоже могут приходить на такие семинары для того, чтобы и принять решение, надо ему это или нет, да, а приняв решение, что это надо, уже из первых рук получать информацию, как сделать это максимально эффективным. Вот имея в арсенале такой продукт, да, который, с одной стороны, решает очень важные проблемы для каждого человека, это проблемы его здоровья, здоровья его близких людей, да, имея возможность зарабатывать, да, неся здоровье в массы, причем зарабатывать с поддержкой компании, да, с профессиональными лекторами, которые эту информацию профессионально подадут для вас и для ваших покупателей, мы получаем вот такой, ну, на мой взгляд, очень хороший конгломерат здоровья и бизнеса, да, вот так, два в одном, да, имея такую продукцию компании, которую мы сейчас с вами говорим, это аппараты динамической электронервистимуляции. Отлично. Мы уже с вами подходим к нашей следующей части, это вопросы-ответы. Я сейчас тогда вот с обучением немножко мы об этой теме говорим, я сразу же задаю вопрос, а в каком виде подавать именно данные своему региональному менеджеру. Можете просто по электронной почте написать, можете позвонить, сказать сразу же, то есть любым способом, как вы общаетесь с ними. Давайте пойдем по вопросам, причем я хочу сказать, что на мной, вот тут то, что там стоимость аппаратов и так далее, мы уже показали, есть вопрос приобретения в Казахстане, в Белоруссии. Сейчас идет этап сертификации, в ближайшее будущее мы точно так же будем в этих странах эту продукцию предлагать. Теперь возраст интересует вообще детям, можно ли вообще эти аппараты предлагать, для наших аппаратов практически нет никаких возрастных ограничений. Это могут быть дети буквально с первых минут рождения, да, то есть это самые, так сказать, новорожденные, да, наши пациенты. Ну, если есть какие-то проблемы, да, такие проблемы могут быть, к сожалению, у детей тоже. И заканчивая людьми, пациентами пожилого, старческого возраста. Понятно, конечно, в разные возрастные категории имеют особенности любого лечения, в том числе и нашего метода лечения. Обо всем этом мы тоже говорим на наших медицинских школах. Такой глобальный вопрос, а не провоцирует ли онкологию вообще? Можно ли вообще онкобольным пользоваться этим методом? Как у любого другого метода лечения, у нас есть определенные показания и противопоказания к методу, в том числе и для денс-терапии, противопоказания есть к числу относительных противопоказаний, да, то есть тогда, когда мы это лечение согласовываем со специалистом, да, с консультантом, в том числе и наши врачи в этом вопросе могут подсказать, как правильнее применять аппарат, если имеется, ну, например, какой-то опухолевый процесс, там, доброкачественные или тем более злокачественные опухоли, да, как правильнее применять аппарат. И в этом случае, конечно, нужно с врачом советоваться, да. Вот такое ограничение, да, относительные противопоказания у нас, конечно, есть. Хотя я хочу сказать, что сейчас, последние особенно несколько лет, мы очень активно изучаем возможности применения аппаратов денс-терапии, в том числе у пациентов со злокачественными заболеваниями. В частности, не так давно у нас в Новосибирском университете закончено одно из таких исследований, сейчас готовится публикация, я думаю, что вот буквально на днях сегодня-завтра в журнале «Вестник восстановительной медицины» эта статья научная, обоснованная статья будет опубликована, и по этой теме тоже готовится кандидатская диссертация. Понятно, что это темы сложные, понятно, что в этих ситуациях нюансы лечения возможны. Обо всем об этом мы говорим с вами на наших медицинских школах, и говорим о возможностях, показаниях, противопоказаниях к методу, когда нужно применять, как применять, с осторожностью и, так сказать, более смело, да, вот медицинские школы как раз на все эти вопросы тоже отвечают. Еще такой вопрос, а как проверить, правильно ли работает аппарат? Вот, допустим, получили вы его, открыли, что он должен просто-напросто после того, как батарейки вы поставили, он должен начать работать? Он должен включиться, он должен выйти в основное меню, набирая мощность, выйдя в программу, набирая мощность, вы должны почувствовать легкие покалывающие ощущения, то есть вот это, ну, такое ощущение дает вот эти импульсы электрические. Но я хочу сказать, что производство аппаратов наших, да, может быть, как раз вот этот вопрос мне и дает такую возможность чуть пошире приоткрыть вот эту завесу тайны над нашим производством, да, это производство собственное, да, то есть это производство, которое, вот все аппараты, о которых мы говорим, мы производим их сами, да, и, соответственно, это производство оснащено самым современным оборудованием для производства микроэлектронной техники, производство сертифицировано по европейским стандартам качества по системе ИСО. С 2003 года производство проводит, проходят такие аудиты, да, и специалисты из надзорных органов, из Германии, из Израиля, из других стран, которые вот эти сертификационные мероприятия проходят, проводят, и мы каждый год подтверждаем соответствие вот этим европейским стандартам качества. Поэтому, конечно, аппарат, когда вы купили, батарейки вставили, он включается, он работает, вы видите, ну, загорается дисплей, соответственно, да, вы чувствуете уже токи, да, аппарат исправен, вы можете им работать. Теперь про гарантию спрашивают. Вообще я хочу, ну, немножко сама сказать, мы вообще вопрос, связанный именно с гарантией, сейчас тоже очень тщательно прорабатываем, и я сейчас не могу вам прямо вот сказать четко, да, что как, куда отправить и так далее. Это у нас уже буквально вот-вот данные выйдут в ближайшее время, мы все обязательно опубликуем. Но вот у меня такой вопрос. Все-таки, как часто, ну, будет не работать аппарат или брак вообще, есть ли, был ли он у вас в компании, и действительно, ну, будут ли такие прецеденты с браком? Ну, я хочу сказать, что если аппарат корректно применяется, то есть правильно, да, то есть, ну, не залили его там водой, там, не погрызла его собака, там, я не знаю, транспортировка там была, все нормально, да, то процент брака, он менее одного процента, то есть он ничтожно мал. Надо сказать, что прежде чем аппарат вот выходит со стен производства, да, он, конечно, проходит сложную систему контроля. Каждый аппарат контролируется, каждый аппарат прошивается специальными программами. Это ведь не только набор каких-то микроэлектронных компонентов, это еще программы, которые прошиваются, каждый аппарат, да, это интеллектуальная такая, ну, достаточно высокоинтеллектуальная вещь аппарата. Конечно, все это проверяется. Но, тем не менее, конечно, если, ну, вдруг там, не дай бог, с ним что-то случилось, да, мы сейчас прорабатываем вот эту систему, действительно, замены там, ремонта и прочее, прочее. Конечно, по всем законам Российской Федерации, по защите прав потребителей, да, это все, конечно, мы, соответственно, выполняем и будем выполнять, и вы получите полную информацию, где поменять, как поменять, там, как отправить на экспертизу, да, как эту экспертизу пройти и так далее, для того, чтобы вы, ну, имели возможность применения аппарата долго, стабильно. Надо сказать, что гарантия на каждый аппарат год, а, так сказать, вот, нормальное применение его, вот, без каких-то, так сказать, форс-мажорных воздействий на аппарат минимум гарантирует 5 лет хорошая, адекватная, правильная работа аппарата. А наш опыт, вот, применения мы точно так же, как и вы будете, а мы являемся пользователем нашего аппарата. У меня, например, есть аппарат, который я купил в 2001 году, еще первые наши Деносы, самые такие начальные, он у меня до сих пор работает, работает исправно, и иногда в каких-то ситуациях я его применяю, точно так же, как и более-таки поздние наши версии аппарата. Так, я сейчас просматриваю вопросы, хочу сказать, что тут и очень-очень их много. По поводу времени, у нас еще 10 минут сейчас эфирного времени для того, чтобы ответить. На все вопросы мы не ответим, мы соберем самые часто задаваемые, мы их обязательно вам опубликуем. Опубликуем в той же новости, в которой вы увидели информацию об этом мероприятии. У меня еще какое, вот, по поводу брака информация. Я когда, я была в Екатеринбурге, я видела производство. Хочу вам сказать, что это точно так же, как вы к нам приезжаете на производство, сюда в Фаберлике кто был, вы видите, как, что это вообще, насколько это грандиозно. Я это все видела, и там как раз-таки задавала вопрос, для меня это было очень важно, как много возвратов и какие причины в основном. И услышала такой очень простой ответ. Основная причина – неправильно вставили батарейки, и поэтому аппарат не работает. Поэтому это вот первое, на что нужно обратить ваше внимание. Все остальное практически брака минимум. Поэтому вот то, что касается системы возвратов, да, мы ее дорабатываем. Я вам могу так немножко приоткрыть завесу и сказать, что мы не хотим, чтобы этот возврат был передан на пункт выдачи. То есть мы хотим, чтобы он как можно быстрее сразу напрямую ушел нашему производителю. Вот мы сейчас прорабатываем именно эту схему. Я еще раз попрошу вопросы мне передать. Передайте мне, пожалуйста, вопросы. Так. Не вижу. Ага. Есть ли противопоказания в использовании? И есть ли необходимость проконсультироваться с врачом перед тем, как использовать аппарат? Ну, если говорить о противопоказаниях более подробно, да, у нас есть противопоказания абсолютные, да, то есть когда не надо применять аппараты денс-терапии. Это непереносимость электрического тока, первое противопоказание. Я хочу сказать, что я за 18, ну, за 16 лет работаю в компании, я не видел ни одного человека, который не переносит электрический ток. Вот честно говоря, да, но учитывая, что такое противопоказание есть у любого метода лечения, то у нашего тоже есть, да, непереносимость электрического тока. Второе противопоказание абсолютное – это наличие у пациента кардиостимулятора, да, то есть есть такой прибор, который задает сердцу ритм для его сокращения. Вот если такой кардиостимулятор вшит пациенту, да, то, соответственно, тоже он не должен применять аппараты денс-терапии. Надо сказать, что вот это противопоказание федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития внесла тогда, когда мы стали продавать аппараты за рубежом, да, то есть там это противопоказание, оно обязательно должно быть, да, вот только потому, что это электрический прибор. Остальные противопоказания – это тромбоз венозный, да, вен, это те же самые опухолевые проблемы, это эпилептический статус у пациента, это состояние острого алкогольного, там, наркотического возбуждения, да. Вот эти противопоказания, они относительные, и мы, что это значит? Это значит, аппарат можно применять, но с ограничениями, да, с какими-то особенностями, да, с меньшими мощностями воздействия и так далее, да, то есть все вот эти противопоказания мы подробно разбираем на медицинских школах, как правильно применять аппараты в тех или других случаях. Да, ну, конечно, как у любого другого метода лечения, противопоказания для денсотерапии не существуют. Да, я еще хочу вам что сказать, что вопросов вижу сейчас очень-очень много, и вы можете смело их уже задавать в обратную связь, потому что там будет точно так же работать с нами врач, тоже из команды, как раз-таки Дэнас Медицинской, и будете именно получать квалифицированные ответы. Еще очень много вопросов, связанных именно с записью этого эфира, он будет, и ждите не раньше его, на следующей неделе, вначале мы полностью все опубликуем. Еще такой вот вопрос очень популярный, многие сейчас, я смотрю, задают про щитовидное заболевание, щитовидки относятся ли к непереносимости электронного тока? Нет. Значит, заболевание щитовидной железы, это не противопоказание для денсотерапии, да, соответственно, мы применяем нашу технологию в лечении таких пациентов, то есть противопоказаний по щитовидке практически нет. Можно применять. Здорово, ну, я хочу сказать, что если посмотреть, что хотят услышать наши консультанты, абсолютно такие стандартные вопросы, я когда-то тоже их задавала, когда впервые знакомилась, и хочу вам сказать, что действительно уникальные аппараты. Желание их купить у меня созрело вообще после первой встречи с Андреем Александровичем, когда он только мне рассказал про Дэнас Кардио, про ПКМ, в общем, это здорово. И поэтому я хочу вам сказать, что запись этой встречи у нас будет, время у нас уже эфира подходит к концу. Сейчас спрашивают, тут ответьте, пожалуйста, а на какой вопрос все очень сильно перемешалось. Про ПКМ мы в самом начале рассказывали, это у нас будет, просят рассказать непосредственно про очки, просят рассказать еще про другие продукты. Мы сделаем еще отдельно вот такие небольшие онлайн-версии, онлайн-эфиры, они будут. Поэтому сейчас уже я хочу вас поблагодарить за вообще эту встречу, за то, что вы сегодня присоединились к этому эфиру. И вас тоже, Андрей Александрович, я хочу поблагодарить, потому что вы прям очень здорово все рассказали нашим консультантам. И хочу вам пожелать воспользоваться вот именно этой прекрасной возможностью, позаботиться не только о своем здоровье, но и возможностью вообще делать здоровье всех окружающих и близких, и клиентов. В общем, будьте здоровы и красивы с нашей объединенной компанией Фаберлик. Итак, до новых встреч!